Не делай это, ты помрёшь. Кровь, кости и черепа. Это святая смерть. Санта Моэрта. Кадриска мира наблюдения одного из американских отелей. Охранник идёт проверить пустой номер, из которого доносятся странные звуки. Внутри никого. Но вдруг из комнаты в коридор резко выскальзывает странная тень. Что это такое? Эта весёлая малышка заметила то, на что не обратили внимания ни папа, ни мама. Страшного призрака. Папа, там мой призрак. Дети и домашние животные часто ведут себя так, чтобы существование призрака на нас можно не поверить. Что там такое? Ты меня пугаешь? Вот ещё один перепуганный домашний питомец защищает дом от кого-то страшного, но от невидимого. А эта собака очень хочет читься. Хозяин бросил их на пол, но она почему-то жутко боится переступить какую-то невидимую черту. Кого она за ней видит? Иди, возьми их. Ты там как будто призрака увидела. Чего ты боишься? Ты на что смотришь? Анатолий Леденёк, известный медиум и целитель, финалист популярного телепроекта об экстрасенсах. Необычные способности он обнаружил ещё в детстве. Говорит, с тех пор использует свой дар на благо людей. Я стараюсь помогать по здоровью. Я работаю с бесплодием, с фомбиями, с аберриэпсией. Я скажу так, Баргус много творится один. Меня его очень благодарен, конечно, что он вот эти способности дал. Хотя тяжело, но жизнь интересна. Анатолий готов прямо сейчас продемонстрировать нечто удивительное. Взгляните, как из его кожи приматвничивается сначала нож, а потом тяжёлый диск от гантели. Татьяна, а строй, стойте. Ложки и вилки держатся на нём словно прибитые. Даже кусок камня прилип к колбу не оторвёшь. Анатолий уберяет. Рассковоры о том, что люди могут фиксировать призраков, тоже не выдумка. Однажды в детстве привидение явилось к нему прямо на первомайской демонстрации на Красной площади. Только мы поравнялись с Кавзолеем, и очень странно, идёт мужчина один, и вокруг него метров 10-12 никого нет. И он идёт, 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 и прямо вот как только сравнялся с Кавзолей, все так напряглись, а я говорю, приели. А убил же не первый раз. Я говорю, стойте, не ходите, потому что можете попасть в портал. Смотрите далее. Настоящая магия или относительно честные способы объёма денег у населения? Колдуны, экстрасенсы, гадалки и чернокнижники. Почему их становится всё больше? Я одну женщину католичке сказала, что я ведьма, и она такая... По заветам Ванги, сможет ли ученик болгарской провидицы помочь нам, раскрыть преступление? Честные способы объема денег у населения. Ну, к нам, и... ... ... ... Пальцом в небо! Кому из политиков астрологи прочат великие, выпущие, а кого списывают за счетом? ... Нет, если нет, я в姐, слабо покатать. Трюкачи и махинаторы, как они подчиняют себе нашу волю? Они превращаются в автодолларовые. Приворот и отворот-поворот. Как простому человеку найти управу на манипуляторов в нашем сознании? Они обращаются ко мне с просьбой. Ответите, я не волшебник. Я только учусь. Школа магии. Чем закончится уникальный эксперимент нашей программы? Вы 100% результат даете или как? Я 100% результат вам сейчас дам, потому что вы сейчас уйдете. Правда ли, что ясновидящие способны заклянуться крайней реальности, куда обычные смертные проникнут не в силах? На чем зарабатывают современные Мерлины, что показали научные эксперименты над экстрасенсами, как отличить человека, обладающего сверхспособностями, от мошенника. Шокирующие кадры. И только реальные истории. Смотрите прямо сейчас. Экстрасенс Тодор Тодоров всегда чувствовал себя особенным. Странные ощущения, видения и необычные способности проявились у него давным-давно. Я не хочу называться экстрасенсом. Хотя люди говорят, что экстрасенс, что-то, что-то. Да, общаюсь с Мелковым. Какое-то время он даже работал переводчиком у легендарной банки. Именно она благословила его применять свой дар на пользу людям. Тодор уверяет, что научился считывать информацию с энергетической оболочки умерших. И ее ощущения начинаешь контакт с этой оболочкой. Она начинает развиваться, она становится большая. И вся память о этого мертвого человека, что жил, как жил, что делал, ты можешь найти контакт. Чтобы проверить способности этого даранажа, через патент пробить его оболочкой в апреле прошлого года, и чем лицом угнали машину. Кто это был? Никаких обстоятельствах. А главное, где сейчас находятся автомобили? Сразу, во время разговора пришло слово «заправка». Заправка имеет отношение к цвету белым. Значит, когда закрывала на заправку машину, на этой штуке, там, скорее всего, стояла другая машина, которая с тобой следила, которая эта пипикалка скопировала, и потом теперь ее окнали в 3 до 4 утра. Не «Опер». Не «Опер». Но сейчас, когда слово «Опер» пришло, просто машину вас на заказах. Ее увели, сняли вот это, все стоят около 50 тысяч долларов. Сколько автобус в ходу называет подробности? Пусть не все, но многие. Все, время и как все случилось. Каким образом ему это удается? Вбирание, Словом Божьем, песок Кимшов, так широту дыну и туда все пустое, и дара бабуши, большинственные дыбу погибели, аминь. Своё имя этот молодой человек с окладистой бородой не называет. Просит величать его мастером шибой. Мак, эзотерик, и засадник курса по колбасу утверждает. В современном мире к черной макии обращаются гораздо больше людей, чем можно себе представить. Очень много обращается женщин с просьбой и негативно влияет, скажем так, на детей. То есть имеется в виду, что женщина встречает замуж. Мужчины, мужчину в семье держат дети. И женщина понимает, что именно женщина, и другая женщина, именно дети удерживают. Мужчина, они обращаются ко мне с просьбой боготвить детей. Вот такие, это первые, да, на выпуск, а мой. Но мой, я не реагирую. То есть отказываюсь сразу. Жилище Шибы больше похоже на храм какого-то мистического культа. Этограммы, амулеты, и чай.